Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя наша тема посвящена Леонардо да Винчи и посвящена Коду да Винчи, тем секретам, которые он передает нам постоянно, несмотря на то, что прошло уже много столетий. Итак, здравствуйте, друзья! Я пишу книгу, которая посвящена рисованию головы человека. И параллельно к этой книге мы создаем видеокурс, который посвящен постадийному рисованию каждой из голов. Мы уже записали первый этап, состоящий из пяти работ. Там будет череп, и корше, гипсовая голова. И там показана методика, как нужно вести работу для того, чтобы получился правильный рисунок. Речь идет, скорее, не о том, как завершать работу, а о том, как правильно мыслить от первого до последнего шага ведения работы. Если вам это интересно, то переходите на арт-студию Виталия Лещенко, где вы можете увидеть всю нужную информацию, она в описании внизу. И там вы можете этот курс купить. И, в общем, дальше будет еще второй курс, третий курс. Так что следите за новостями. Тот курс рисования, который мы записали, он на самом деле пригодится больше всего начинающим художникам, студентам, которые только что поступили, может быть, абитуриентам. Может быть, он будет полезен для педагогов художественных школ, которые показывают своим ученикам, как ведется та или другая работа над тем или другим заданием. Поэтому он предназначен именно для начинающих художников, те, кто еще ищут путь работы над рисунком. Удачи! Вот у нас перед нами есть его замечательный рисунок. Давайте его рассмотрим и поймем одну очень важную вещь, которая здесь зашифрована, которую мы постоянно видим. Что это? Мы все учимся рисовать объем, мы все учимся передавать пространство, и в тот момент, когда мы рисуем, мы используем все доступные для нас средства. Например, если мы хотим получить объемный шарик, мы знаем, что мы должны его штриховать для того, чтобы показать глубину и пространство. Мы делаем сечение, наносим тональные пятнышки, мы фиксируем падающую тень и фон для того, чтобы у нас была глубина и пространство. Мы используем много приемов, где любой из предметов, которые мы врисовываем, мы наполняем определенной информацией внутри. Но когда мы смотрим на этот рисунок, мы видим вполне объемно нарисованное тело, но при этом видно, что он ничего не штриховал внутри. Он заштриховал фон для того, чтобы создать ощущение, что кожа светлая, а, соответственно, лист темный. Но при этом внутри самой работы штриховка нигде ни разу не используется, то есть ее нет. Соответственно, трактовать объем можно каким-то другим способом, и можно создать ощущение полностью объемного рисунка, но при этом, как бы, штриховки нет. И теперь, внимательно рассмотрев этот рисунок, вы видите, как он этого добивается. Есть один маленький секрет, который вы тоже увидите. Это связано с анатомией, это связано вообще с целой культурой рисования. Итак, в этом мире существуют два принципа. Когда вы рисуете линию силуэта человеческого тела, то вы понимаете, что человеческое тело состоит из пузырьков, то есть это выпуклая форма. Например, если брать дельту, это выпуклый объем, и к ней приходит выпуклый объем бицепса. К этому выпуклому объему бицепса придет также выпуклый объем трицепса и выпуклый объем грудной мышцы. Так вот, если внимательно рассматривать рисунки Леонардо, то вы обнаружите, что каждая линия, которая находится на территории силуэта, а здесь кроме силуэтных линий, в принципе, больше информации нет, там такие маленькие точечки внутри, вот, то, оказывается, все линии, которые он рисует, являются исключительно выпуклыми, и нет ни одной линии, которая бы изобразила впадину или углубление. Это очень интересный момент, вот, поэтому, когда вы рассматриваете этот рисунок внимательно, жду ваших комментариев, кстати, если вы найдете эти вогнутые линии, то где они есть, вот, поэтому вот этот поворот, который идет здесь, линии раз, потом поворот линия два, потом поворот линия три, и вы увидите, что каждая линия существует как выпуклая, продолжая предыдущую линию, и любая линия, которая появляется и формирует силуэт, всегда будет выпуклым объемом. Соответственно, как создается впадина или как создается углубление? Это соединение двух объемов, раз и два. Вот это соединение двух объемов, и есть та впадина, которую обычно хочется нарисовать как вогнутую. Трансформация, как бы классическая трансформация ошибок, например, которые есть при рисовании предплечья, очень часто люди, когда рисуют предплечье, изображают примерно следующее. Рисуют вот такие линии для того, чтобы перейти в эту часть. Вот такой линии здесь и здесь у Леонардо вы не найдете, потому что события, которые находятся в этой части, это события раз наполненного объема, два наполненного объема, три наполненного объема. Раз, два, это все наполненные объемы. Поэтому, если внимательно смотреть на те линии, которые здесь построены, они всегда будут наполненными формами, что создает ощущение высоты форм. И как следствие этого действия, тот самый секрет, который здесь показан и который делает этот рисунок объемным, это следующее правило. Если взять один объем и поставить за него второй объем, то линия, которая находится спереди и линия, которая находится сзади, автоматически укажут нам на путь, где происходит дальше это событие, но не покажут его целиком. Соответственно, вот в этом месте пересечение одной линии и другой создает невероятную глубину, то есть пространство. Так вот, по этому принципу Леонардо и построил весь свой рисунок. Он рисует одну линию и из-за нее выводит вторую линию, прячет ее за третью линию. И вы понимаете, где будет одна форма, где будет другая и где будет третья форма. Когда он рисует следующую линию, он указывает, как одна линия прячется за другую линию, как одна линия перекрывает события следующей линии. И вот этот момент перекрытия здесь, здесь и здесь создает невероятную глубину пространства. Любое действие, которое вы будете выполнять по такому принципу, будет в вашем сознании продлеваться, как замкнутая форма, даже если этого дальше нет. И тогда вы будете автоматически получать всю наполненность формы, которые есть, используя только линейную пластику. Все, что нужно будет, это показывать край формы, где она закончилась, в виде тоже линейного края, который продолжает эту форму и договаривает ее. Поэтому посмотрите внимательно на весь его рисунок, и вы обнаружите, что он четко нам указывает, какой объем за какой прячется. Какой объем за какой прячется, куда уходит форма, какой объем перекрывает, какую форму и какой объем на каком находится. Если этот принцип взять за основу вашего действия, то любая ваша линия становится объемной. Я не знаю, любите вы комиксы или нет, но, видимо, эти художники очень внимательно рассматривали рисунки Леонардо, и вы обнаружите, что этот же принцип используется в комиксах, когда рисуется линия губы и показано, как одна линия верхней губы прячется за линию нижней губы, за счет этого получается невероятный объем. Когда одна форма перекрывает другую, когда одна форма уходит за другую, вы получаете пухлость или наполненность объема только за счет того, что каждая линия покрывает следующую или перекрывает следующую линию. Поэтому этот принцип существовал, видимо, всегда, и он всегда нам был доступен. Вот, но я предлагаю вам внимательно это порассматривать здесь. У нас осталось еще немножечко времени, а я, в принципе, все уже рассказал про Кот да Винчи, поэтому есть еще один маленький секрет, который вы должны знать. Это то, что этот секрет знали также Микеланджело, Рафаэль, Рубенс, Рембрандт и вообще все великие художники, которых вы знаете. Может быть, они поэтому и стали великими, потому что знали этот секрет. Вот такое короткое видео. Вот, я надеюсь, вам было приятно. До встречи, друзья!